Восемь вечера в стране, самое время подвести итоги ушедшего дня. Сегодня была среда, 2 ноября. И вот главное событие, коротко, в нашем анонсе. Стрельба в центре Одессы. Там пытались задержать подозреваемых в разбойном нападении. Бабахнула машина у нас еще. В Одессе патриоты разогнали движение «Народная конституция». И на Пишоновской 14 рухнул потолок. Хозяин квартиры чудом остался жив. Я отошел до двери, и оно обвалилось прямо туда на кресло, там, где я сидел. А теперь об этом и многом другом подробно и по порядку. В Одессе полиция со стрельбой пыталась задержать подозреваемых в разбойном нападении. Те сбежали и устроили ДТП с инкассаторами. Все подробности далее в сюжете. На Польской множество правоохранителей. Две столкнувшиеся машины. Ситроэн и инкассаторский автобус. На легковушке следы от пуль. Прохожие выдвигают первую версию. Попытка ограбления работников банка. Водитель инкассаторского буса говорит, здесь никакой стрельбы не было, как и нападение на них. Бабахнула машина у нас еще. Мне бы чуть-чуть, я бы уже сюда свернул. Или бы справа. А так, не знаю, кто с нее стрелял. Когда они шарахнули и убежали. В полиции, говорят, в ДТП попали подозреваемые в разбойном нападении. В нескольких кварталах от места аварии по поручению следователя проходила операция по задержанию. Во время задержания сотрудниками уголовного розыска данные лица, в их адрес был открыт огонь с автомобиля. Впоследствии было установлен Ситроэн. После чего данные сотрудниками уголовного розыска, также в их адрес был открыт огонь на поражение. Потом злоумышленники попытались скрыться, повредив машину полицейских. Затем сами попали в ДТП. Сбежавших водителя и пассажиров из Ситроэна ищут до сих пор. Также следственным управлением нашим начато уголовное производство по статье 345 Уголовного кодекса Украины. То есть угроза жизни либо насилию в отношении сотрудника правоохранительного органа. В полиции, говорят, в ходе операции никто не пострадал, а по факту применения сотрудниками оружия проведут служебную проверку. Александр Полуев, Екатерина Лапицкая, Константин Гак, Константин Лужневский, 7 канал. Тем временем в Одессе сорвали встречу движения «Народная конституция». Сегодня патриотические организации не дали провести конференцию в гостинице «Черное море». По их словам, такое мероприятие запланировано с целью дестабилизации ситуации в нашем городе. Что это за новое движение и зачем его проводили в Одессе, знают мои коллеги. Представители нового движения «Народная конституция» пытались провести конференцию в Одессе. Но их мероприятия сорвали патриотические организации. Эту встречу подозрительной посчитал активист Сергей Старненко. Говорит, собрание организовано для дестабилизации ситуации в городе. Организаторы мероприятия уверяют, якобы собрались обговаривать механизмы принятия конституции. Подробностей мало. Известно, что участники движения предлагают заменить действующий основной закон государства на новый общественный договор. Эта конституция не отвечает больше тем кризисам и тем проблемам в обществе, которые сейчас перед нами стоят. И назрела необходимость нового общественного договора, на базе которого будет новая конституция, с вовлечением максимальных людей в процесс обговорения этих принципов и ценностей и принятая на референдум. Представители движения считают, что большинство успешных стран выходило из кризиса именно благодаря созданию такого общественного договора. К слову, с таким туром народная конституция объездила всю Украину. Само движение существует уже полтора года. Это разные организации и отдельные люди, которые разделяют идею или разделяют мысль о том, что государство Украина в том виде, в котором оно существовало последние 25 лет, практически прекращает свое существование. И нам нужен процесс переучреждения государства мирным способом, переучреждением именно гражданами страны. Но все же провести запланированную конференцию так и не удалось. Патриотические организации разогнали народную конституцию всех, кто пришел послушать их представителей. Обошлось без применения силы. Яна Нестеренко, Алексей Барановский, Седьмой канал. Работники предприятия «Энергия и газ» Украины пикетировали сегодня областное управление полиции. Люди хотели встречи с руководством правоохранительных органов, чтобы потребовать его вмешательства в ситуацию вокруг своей компании. Без работы остались 90 сотрудников, которых силой выгнали с завода. Подробности далее в сюжете. Почти сотня сотрудников предприятия «Энергия и газ» Украины требуют встречи с руководством областного управления нацполиции. Мы сегодня пришли к руководству УВД области для того, чтобы спросить, почему сегодня 97 семей города Одессы выброшены на улицу, почему у нас сегодня у всех забрали работу, почему на наше обращение, которое мы пишем уже на протяжении полугода, что идет рейдерский захват, идет незаконное отжатие работающего предприятия энергического комплекса, и почему на это нет никакой реакции. По словам представителей предприятия энергетического сектора, рейдеры в лице Укртранснефтепродукта и нанятых химиохранников не пускают на территорию. Это шревато проблемами, с оборудованием и несет угрозы техногенного характера. Ведь рядом на территории НПЗ тысячи тонн нефтепродуктов. Действующая электростанция, которая находится под напряжением, уже месяц просто находится на произвол. То есть в любой момент может произойти короткое замыкание, может произойти пожар, и это может привести к техногенной катастрофе. На сегодняшний день ни одного специалиста нашего предприятия на предприятие не допускают. Сергей – начальник смены предприятия «Энергия и газ Украины». Говорит, он с коллегами занимался эксплуатацией дизельных установок и печи, которые находятся на территории. Мы же оборудование не консервировали, мы его не останавливали на длительной простой. Мы были внезапно просто выкинуты. Оборудование осталось под напряжением, оборудование осталось с водой. То есть мороз, трубы замерзают, короткое замыкание, может произойти все, что угодно. Вот и все, и люди туда не имеют возможности попасть. Не то что работать, они даже не имеют права зайти свои вещи забрать. Руководство предприятия утверждает, люди, которые выгнали их с территории, незаконно начали эксплуатировать оборудование, в частности котельную. В дирекции Одесского НПЗ, на чьей территории находится «Энергия и газ Украины», считают, предприятие стало невольным участником борьбы за активы нефтеперерабатывающего завода. В частности, за нефтепродукты, которые находятся под арестом, как вещественные доказательства. Изначально речь шла о 67 тысячах тонн. Сколько сейчас, неизвестно, на территорию для проведения инвентаризации никого не пускают. До этого все вещественные доказательства по делу Курченко путем незаконной реализации уничтожались государственным предприятием «Укртранснефтепродукт». Теперь, после того, как мы прекратили, вернее, запретили им вывозить, до момента их полностью, пока они не восстановят полностью все требования законодательства, они просто решили их сжечь. То есть, каким образом? Они захватили котельную, они захватили это, удалили с территории это предприятие. И на сегодняшний момент котельная отапливается именно вещественными доказательствами по делу Курченко. Митингующие провели под областным управлением около двух часов, однако встретиться с руководителем одесской полиции не смогли, начальство на месте не оказалось. Участники митинга пообещали, что это была предупредительная акция, поскольку недовольны подозрительным бездействием полиции в своей проблеме. Александр Полуев, Алексей Филиппов, 7 канал. Одесский центр обслуживания граждан временно прекращает свою работу. Об этом сегодня на экстренной пресс-конференции заявили руководитель центра Артур Амиров и глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили. Причина вступления в силу закону 5067. Он лишает подобные учреждения права предоставления услуги, приносящей прибыль предприятию. Браки, экспресс-браки. Сегодня, пожалуйста, сколько свадеб мы сегодня будем аннулировать. Почему? Потому что мы не можем взимать за них за это плату, потому что это запрещено. Фактически мы теперь не можем ничего делать. Все то, за счет чего существовал центр с момента возобновления своей деятельности 10 мая, мы не можем. Руководство центра уже обратилось к депутатам Верховной Рады и президенту Украины с просьбой пересмотреть закон. Не лишать полсотни сотрудников центра достойных зарплат от 5 до 8 тысяч гривен, а жители Одесской области – возможности пользоваться услугами организации. Пока на запрос не будет ответа, центр прекращает свою деятельность. Будем просто выдавать документы, потому что мы обязаны выдать документы, те, которые люди подали документы, а принимать новые мы не будем в состоянии. Почему? Потому что мы не сможем. Центр был открыт при поддержке западной организации USID, вложившей в оборудование 300 тысяч долларов. Эта же структура финансировала и рекламную кампанию, которая должна была стартовать уже завтра. Но вот тоже будет приостановлено. В областном бюджете есть 6 миллионов гривен, заложенных на потребности центра, но этой суммы, по словам руководителей, хватит максимум на полгода. Блюда из шпаклевки и прогнившей древесины к семейному столу. В одной из квартир по адресу Пишоновская, 14, рухнул потолок. Обвал произошел вечером, как раз когда семья собиралась за ужином. Жильцы чудом уцелели. Вместе с пострадавшими обломки разгребала и наш корреспондент Ирина Рогозянская. Сидел на кресле, кушали. Я встал в туалет. Только встал, отошел вот сюда. Вот, Таня была эта, начала трещать что-то. Я отошел до двери, и оно обвалилось прямо туда, на кресло, там, где я сидел. Семья Александра уже несколько лет живет в страхе. Их дом рассыпается прямо на глазах. По соседству одни руины, причем много лет. По словам местных жителей, дому полтора века. Аварийный признали, в 1986 году было первое обрушение вот этого флигеля. Людей отселили. Последнее такое крупное обрушение произошло пять лет назад, когда людей начали отселять. Часть отселили, часть потом затихли, пока не начали рушиться квартиры. Обрушилось, отселили, обрушилось, отселили, и мы остались самые последние. С момента первого и всех последующих обвалов здесь не было ни ремонта, ни реконструкции. Дальше, по обыкновению, семье предложили временно съехать в гостиницу. Но и там людей не ждали. В гостинице сказали, мест нет, ждите. Когда освободятся номера, мы вам сообщим, придете. Притом без вещей, зверей, готовить нельзя. Приходите, ночуйте и уходите. За то, что семья не хотела отселяться в никуда, городские власти подали на них в суд. Люди хоть и выиграли, новое жилье им так и не предоставили. В квартире сейчас три семьи. В одной из них маленький ребенок с тяжелой стадией аллергии. Бесчисленные трещины, плесень и грибок. Ему это не на пользу. Справляться с бедой людям приходится самостоятельно. Ирина Рогозянская, Андрей Кульба, Седьмой канал. Ровно неделя прошла с момента страшного ДТП на Большой Орнаутской, в котором погибли два человека. Еще четверо до сих пор находятся в больнице. И среди них Ирина Горбатюк. Она идет на поправку. Она как раз и была на остановке, когда туда влетел внедорожник БМВ. На днях ее переведут из реанимации в травматологию. Об этом нам сообщил супруг пострадавший. Шоковое состояние вышло. Конечно, еще и реабилитация очень много. Если люди будут дальше помогать, я не против. То же самое, огромное спасибо. Что врачи говорят? Врачи говорят, что даст Бог, она сильная, выцарапкается. Как сказал следователь, говорит, будет жить хорошо, потому что, говорит, три раза уже хоронили за этот промежуток. Со слов мужчины, огромный вклад в спасение его жены вложили небезразличные одесситы, оказавшие помощь буквально незнакомым людям. Правда, впереди еще продолжительный процесс лечения. Нужны деньги и кровь. Кровь нужна любая. Не только там первая, вторая и третья. Четвертая, как я узнавал, четвертая много сдали. Первая, вторая и третья. Пускай, если кто имеет желание, пускай сдают. Я напомню, 26 октября белый BMW X5 на большой скорости пытался проехать перекресток Большой Орнаутской и Преображенской на красный сигнал светофора. Иномарка ударила москвич, его откинуло к дереву и тротуару. Водитель и пассажир легковушки от полученных травм погибли на месте. BMW отбросило еще и на остановку, где в тот момент находились люди. Водители и пассажиры иномарки сбежали с места происшествия, сейчас их ищут. А тем временем в Одесской области полицейские задержали педофила. Тот совершил развратные действия в отношении шестилетней девочки. Медики диагностировали у ребенка тяжелые повреждения, но угрозы для жизни, к счастью, нет. О без насиловании девочки правоохранителям сообщила ее мама. Когда все произошло, она была на пастбище для выгона скота. Найти преступника помогли односельчане. Они увидели на участке потерпевший 48-летнего соседа. Задержанный женат и у него есть дети. По горячим следам был задержан преступник. К ним оказался 48-летний иностранец, который имел временный вид на жительство на территории нашего государства. В настоящий момент лиманским отделом полиции начато уголовное производство по статье 152, части 4 Уголовного кодекса Украины. На время следствия мужчину будут содержать под стражей. Насильнику грозят от 10 до 15 лет тюрьмы. И стали известны подробности поджога квартиры в Суворовском районе. Там спасатели нашли тело пенсионерки с колото-резанными ранами шеей и открытой черепно-мозговой травмой. Убийстве признался 17-летний внук женщины вместе с другом-ровесником. Полицейские задержали их в тот же день. Как оказалось, подросток решил ограбить свой же собственный дом с товарищем-уголовником. За работу пообещал соучастнику тысячу долларов. Когда мы посидели, пообщались, он уже все рассказал. Надо зайти в комнату, прикрыть рот бабушки, занести ее в другую комнату, увезти. И смотреть, чтобы она не качала. На тот момент он будет в другой комнате искать денег. Кто предложил ограбить вас в квартире? Вы предложили? Вы знали, что у вас в квартире находятся денежные средства? Ну а когда 72-летняя женщина начала кричать и сопротивляться, ее убили. Уже с внуком погибшей подожгли квартиру. Убегали без денег, но зато с телефоном убитой. В настоящий момент суворовским отделом полиции начато уголовное производство по статье 115 части 2 Уголовного кодекса Украины. Данным лицам сообщено о подозрении в совершении преступления, а также в отношении данных лиц избраны меры пресечения содержания под стражей. Подозреваемым грозит от 10 до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества. У парка «Юность» активно готовят склоны к прокладке подъезда к долгострою «Морская симфония». Об этом говорят местные жители. Хотя по всем документам дорога к жилому комплексу должна проходить совсем по-другому. Чем может обернуться такая стройка, расскажет Анастасия Кожушка. Новый застройщик «Морской симфонии» подрезает склоны и укрепляет территорию строительным мусором. В дальнейшем, по словам местных жителей, на этом месте должна появиться незаконная дорога, которая к тому же пройдет через парк «Юность». Изначально, согласно генплану, дорога к жилому комплексу должна была проходить совсем по-другому. Но, по словам местных жителей, для застройщика этот вариант очень затратный. Поэтому он ищет более выгодные пути решения этой проблемы. Она должна приходить в конец улицы Литературной, точнее, в начало улицы Литературной. И по средней террасе склона должна идти дорога, которая примыкает к этой петле и спускается вниз в паркинг «ЖК «Морская симфония». Все укрепительные работы по склону, все дренажные системы, все должно быть просчитано. Мы понимаем, что это какая-то затрата для застройщика, но генплан есть генплан. Местные жители не хотят лишаться парка и активно выступают против строительства этой дороги. Они уже выходили на акции протеста и даже собирали подписи. Но, по словам людей, застройщик не принимает этого внимания. Продолжают срезать склоны, чтобы расширить подъезд к паркингу «ЖК». А недавно еще и расправились с ливневыми водоотводами. Вот наша подстанция находится, которая сейчас вымывается из-за того, что нарушены все дренажные лотки поверхностного сбора. И это мы можем только представить, чем может закончиться. Кроме того, строительство дороги на склоне нарушает все нормы безопасности. Без должного укрепления он просто сползет в море. Вот нижняя часть склона, опять же, неоднородная, уже появились такие оплывины, ползневые порожки. То есть это все говорит о том, что склон живой. И если мы посмотрим срез этого склона выше, мы увидим, что он насыпался из строительного мусора в то время, что было, то и подсыпали. Поэтому здесь, оголив его, оголив вот от этого дерна, оголив от защитных верхних слоев, ну да, это начало эрозии. Напомню, жилой комплекс «Морская симфония» строится уже около 10 лет. За это время здесь сменился не один застройщик, а обманутые инвесторы. Не раз выходили на митинги с требованиями, чтобы их дом наконец достроили, а люди получили долгожданные квартиры. Анастасия Кожушка, Алексей Барановский, Игорь Казанджи, Седьмой канал. Скоро в Одессу доставят вакцину от гриппа. Об этом рассказала Людмила Красницкая, областной эпидемиолог. Медикаменты в Украину привезли из Франции, однако они еще не прошли сертификацию. Использовать препарат можно будет только после нее. Я напомню, что вакцина от гриппа должна была поступить в одесские больницы еще в начале октября. Вакцина есть на складе в Киеве, вакцина есть в Украине. Но использовать ее, да пока не придет этот высновок, вот сейчас его нет. И теперь они только обещают где-то на 10-12 число. Мы ждем уже у нас эпицезон в декабре. Подробнее о вакцине и о том, когда она все-таки появится в Одессе, смотрите в субботу в программе «Итоги недели с Еленой Крылатовой». Довести ребенка на учебу в большом городе – задача зачастую непростая. А если при этом нарушать целый ряд правил дорожного движения, то и вовсе опасная для жизни. Но одесские копы преподали урок водительской культуры родителям учеников одной из школ на Большом Фонтане. Я напомню, что на минувшей неделе эту тему мы поднимали в нашем ток-шоу «Прожектор». Тогда же копы нам пообещали, что займутся этим вопросом. И вот результат налицо. Помогала воспитывать злостных нарушителей и наша съемочная группа. Школа номер 81 на 8-й Фонтана. Каждое утро здесь изрядная пробка. Причина простая. Любящие родители везут своих детей к первому уроку на личном транспорте. При этом многие благополучно игнорируют знак «Остановка запрещена». «Чем нарушили пункты правил 8.4 и 15.9? Будьте любезны ваши документы». «Напротив школы родители высаживают детей и ведут в школу прямо на проезжей части». Нарушают все поголовно. И родители, и таксисты. Работы копам хватает. Сергей нарушил сознательно. Просто остановился посмотреть, почему здесь столько полиции. «Я наоборот нарушил для того, чтобы люди могли дальше проехать. У меня здесь своя технология». Говорит, проблема с движением возникает здесь из-за ограниченной пропускной способности дороги. И проблем с регулированием перекрестка. «У меня дочка в школу эту ходит. Я вам рекомендую обратить внимание на этот перекресток. Ситуация здесь нерабочая. Уже много-много лет. И мы видим сейчас неработающие светофоры, как люди сюда заезжают». Мужчина уверен, полиция ничего не добьется. Как нарушали, так и дальше продолжит. Мол, замкнутый круг. А купы тем временем продолжили работу. Несколько десятков водителей получили предупреждение. Кому-то выписали постановление. Обещают, эта акция устрашения не разовая. «По другим школам тоже подобные рейды будут проходить. Единственное, что просьба директоров школ, если есть проблемный такой вопрос, обращаться в Главное управление национальной полиции». А тем временем утренняя пробка по фонтану меньше не стала. Как нарушали, так и продолжили. Анна Грынев, Сергей Бандур, Евгений Руденко, Седьмой канал. Ну уж, коль начали полицейские следить за ситуацией на этой дороге, будем надеяться, что и продолжат, и ситуацию хоть как-нибудь изменят. Мы продолжаем выпуск. На Аллее Славы подвели итоги несения почетной вахты памяти за последний год. Почти полтысячи школьников пришли на торжественную линейку. Все они ученики поста номер один. Место, где детей учат любить свою страну. Подробности об этом расскажет Марьям Эль-Хасан Алей. Полтысячи одесских школьников пришли на Аллею Славы. Даниил учится в 10-м классе. Вахту несет уже второй год. Говорит, этот процесс не из простых. «Все очень сильно стараются, потому что маршировать – это не так уж и легко. Потом ты понимаешь, что на тебе идет большая ответственность. Ты пытаешься сделать все лучше и не испортить всем и все». В 2016-м таких, как Даниил, было больше тысячи. Ученики 30-ти школ города участвовали в главных торжествах. День военно-морских сил. 72-я годовщина освобождения Украины от нацистских оккупантов и не только. Директор поста номер один рассказывает, многие воспитанники школу давно окончили. Однако с вахтой расстаться не смогли. Два года я учился, когда учился в школе, учился в роте почесневаться. А сейчас уже керуюсь этой ротой. То есть дети, которые проходят пост номер один, потом возвращаются сюда уже выхователями и керевниками грудков. Директор говорит, за последний год его ученики сплотились еще больше. В 2016-м поняли, хорошо нести вахту получится только в дружном коллективе. Первую вахту выставили спустя 8 лет после открытия памятника неизвестному матросу в 1968 году. Пост номер один появился гораздо позже, в 2005-м. С тех пор он готовит школьников к этой почетной миссии. Марьям Эль Хасанали, Алексей Пережилин, 7 канал. И на этом с новостями у нас пока все. Завтра с главными новостями Одессы и региона вас будет знакомить моя коллега Екатерина Поденежная. Я же прощаюсь с вами до пятницы, когда в эфир, как всегда, выйдет хард-ток-шоу «Прожектор». Будем обсуждать тему, которую просто нельзя оставить без внимания. Хотите узнать какую? Не пропустите. Ну а сегодня желаю вам хорошего вечера. Берегите себя и Украину. Счастливо. Редактор субтитров А.Семкин